Друзья, очень короткий ролик, но очень важно, очень интересно, так что смотрите. Вопрос о Икомете, то бишь о виде нажительства в Турции. По приезду сюда на основании аренды жилья вы можете получить Икомет, то есть вид нажительства на год. Что это дает? Некие преимущества перед простыми туристами, которые живут здесь просто по краткосрочной визе. Теперь целый год я могу здесь беспрепятственно путешествовать, купить транспортное средство, установить Wi-Fi в доме и многие еще другие вкусняшки, недоступные обычным туристам. Турция одна из немногих стран, да пожалуй единственная, которую я знаю, где получение вида нажительства на год, туристического вида нажительства, весьма легкий процесс. Хотя как к нему отнестись? Здорово, как говорится, может и самый незатейливый процесс превратить в жуткий квест. Но это уж как вам будет угодно. Есть два пути. Оба действенны, оба работают. Осталось только выбрать по какому пути вы пойдете. Для начала вам нужно собрать некий пакет документов. Первое. Арендовать квартиру на тот самый год, который вы планируете здесь прожить. Имейте в виду, при съеме жилья вам придется заплатить три платежа. Заплатите за месяц вперед, заплатите гарантию и заплатите, конечно же, агентам. Но желающим или думающим, что возможно снять без агентства квартиру в Турции, забейте, наплюйте и вычеркните это из вашего списка. Такого не будет. Никто вам не сдаст жилье без посредников. Никто. Поэтому давайте поставим жирный крест на этом варианте. Нужно заключить договор с арендодателем и заверить его у нотариуса. Затем нужно получить налоговый номер, затем нужно сделать медицинскую страховку, потом вам нужно сделать фотографии. Следующий пункт. Нужно заполнить анкету на сайте миграционной службы в Турции и там же получить рандеву, так называемое. Звучит красиво, но на самом деле это просто время вашего прибытия в миграционную службу для сдачи документов и оплаты почвы. Ждите ждать. Сейчас в связи с пандемией, как таковой, беседы с вами не будут проводиться. И это облегчит вашу жизнь. Не надо будет ничего придумывать, плести всяческие небылицы о причине вашего пребывания в столь прекрасной стране. Просто молчком отдаете документы и поймете домой. Ждете дней 40 и вам почтальон, нет, не Печкин, просто почтальон принесет на дом такой конверт, в котором будет ваш долгожданный и комент. Вожделенная карточка выглядит вот так. Ваша биометрическая фотка, все ваши данные и срок ее, срок действия. Смотрите, некоторые думают, что они приедут на территорию Турции и поживут здесь какой-то максимальный срок. Потом пойдут на ВНЖ, но вся фишка в том, что ВНЖ вы получите с момента пересечения вами границы Турецкой Республики. У меня осталось, допустим, 10 месяцев. Не год, а 10 месяцев. Так что имейте это в виду и не вижу смысла затягивать с подачей документов. Тем более сейчас, когда очереди достаточно большие. Надеюсь, вы все запомнили. И даже, возможно, записали. Друзья, есть способ проще. Нанимаете человека, который на этом собаку съел, и может быть даже не одну, платит небольшую денежку. И он все эти хлопоты возьмет на свои хрупкие плечи. Почему хрупкие? Потому что, скорее всего, это будет очаровательная, милая, юная девушка. Все проживет, а и вам это в рот эту кашицу положит. Вам останется только с пакетом документов сходить в миграционную службу, заплатить пошлину и ждать. Ждать смс-ки и того счастливого дня, когда к вам придет на дом почтальон и принесет вам заветный кусочек пластика. Все. И никакого геморроя. Я пошел именно по этому пути и не пожалел. Потому что я знаю чудаков, которые решили пройти этот путь самостоятельно, начать свою жизнь в Турции с небольшого подвига по сбору документов. Ну и до сих пор они как бы ждут рандеву. Я же получил эту долгожданную встречу в миграционной службе буквально на третий день после того, как этого захотел. И через 40 дней мне на дом пришел тут заветный почтальон, который принес мне долгожданный кусочек пластика. Настоятельно рекомендую обратиться к специалистам, которые гнездятся в риэлторских компаниях. Стоимость его услуг настолько невелика по отношению к важности этого мероприятия. Поэтому не жадничайте. И будет вам счастье. За сим прощаюсь. Пока.